ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Подводим итоги среды. 19 декабря в студии Олега Танзейский. Новости начинаются. Губернатор Ненецкого округа призвал депутатов регионального парламента вести активный диалог с жителями. Александр Цибульский обратился к парламентариям в ходе последней в уходящем году сессии. По словам Цибульского, 90% всех решений, которые принимались на законодательном уровне, в инициативе администрации Ненецкого округа были приняты, исходя из запросов, которые поступали в ходе встреч представителей органов власти и губернатора с представителями общественности и активистами из числа отдельных категорий граждан, проживающих в регионе. Мне кажется, что мы в течение года, который проработали собрание депутатов, принимали решения, исходя, на самом деле, из социальной значимости этих вопросов. За этот год у меня, по крайней мере, в рамках нашей законодательной инициативы, я имею в виду администрации, сложилась хорошая традиция, когда мы встречаемся с различными общественными движениями, представителями разных категорий наших жителей, они высказывают свои просьбы, свои проблемы. Мы анализируем совместно с депутатским корпусом, как их может решить. Одним из последних примеров такого подхода к работе Цубульский назвал проработку вопроса о целесообразности реконструкции дороги на Рейнмар-Красное. Правильно сделали, что депутаты совместно с представителями администрации поехали в Красное, собрали людей, спросили, а надо ли эту дорогу стволить, а в том ли мы виде предлагаем вам этот проект. И когда получили поддержку от жителей, только в этом случае пришли и приняли консолидированное решение о том, что этот проект надо принимать и надо его начинать реализовывать. Завершая выступление перед депутатами, Цубульский особый подчеркнул необходимость консолидации всех органов госвласти и политических структур, представленных в окружном парламенте, в вопросах, связанных с развитием региона и повышением качества жизни северян. Рейнмар с рабочим визитом посетила заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка Елены Новосельцева. В рамках трехдневного пребывания в окружной столице представитель детского омбудсмена посетила комплексный центр социального обслуживания школы имени Пырерки, встретилась с руководителем отдела по делам несовершеннолетних окружной полиции и побывала в центре содействия семейному устройству «Наш дом». За последние годы центр содействия семейному устройству «Наш дом» претерпел положительные изменения, объединив несколько учреждений воедино. Благодаря этому удалось распределить воспитанников по возрастным группам. Кроме того, центр начал вести новые направления работы, в том числе по постинтернатному сопровождению и сопровождению замещающих семей, что позволяет смягчить адаптацию ребенка как в период выпуска из казенного учреждения, так и во время знакомства с новыми семьями. «Посмотрела по всем детским учреждениям. Забота о детях, безусловно. Забота о том, чтобы они поняли, что они находятся в родном учреждении, в родном доме, где о них заботятся, что у них, даже если сейчас временно нет семьи, то все равно те люди, которые рядом с ними, они заботятся о них не меньше, чем заботились бы родители. Ну, конечно, я говорю, это вызывает огромнейшее уважение». В рамках своего визита в регион Елена Новосельцева и уполномоченные по правам ребенка в Нинецком округе Галина Гуляева обсудили ряд вопросов относительно дальнейшего сотрудничества. «Здесь можно быть абсолютно уверенным в том, что со стороны уполномоченного по правам ребенка будет делаться все для того, чтобы обеспечить права детей действительно в Нинецком автономном округе. Поэтому здесь каких-то рекомендаций не будет. Если будет нужна с нашей стороны какая-то помощь или поддержка, естественно, что мы всегда ее окажем, то есть без каких-либо правов. «Очень приятно слышать». «Свежий взгляд со стороны, он всегда очень полезен для дальнейшего применения. Елена Александровна, она свежим взглядом именно посмотрела на то, что у нас происходит в этой сфере. Мы учтем ее все рекомендации. И вдобавок я очень нельщу, просто похвалю Елену Александровну, потому что очень глубокое знание вот этих вопросов. Это всегда очень приятно, потому что так должно звучать». Заключительным мероприятием в рамках трехдневного визита представителя уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации стал семинар по вопросам совершенствования межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения прав детей и семьи с детьми и деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. «Понятно, что в каждой работе бывают какие-то моменты, которые требуют корректировки, которые требуют, может быть, иного несколько подхода. В частности, у меня, допустим, возникли вопросы по работе именно в плане взаимодействия субъектов системы профилактики. Мы об этом очень подробно проговорили. И с уполномоченным по правам ребенка в Ненецком автономном округе, и с комиссиями по делам несовершеннолетних. Я думаю, что все это можно абсолютно спокойно в рабочем порядке скорректировать. И в дальнейшем уже, чтобы это было именно на благо тех детей и семей, которые здесь проживают». По результатам рабочего визита представителя детского омбудсмена Российской Федерации в Ненецкий округ будут выработаны ряд предложений и рекомендаций. Ирина Никишина, Антон Водряков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком округе разработан новый механизм предоставления единовременного денежного пособия на усыновление ребенка, поправки в окружной закон на дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, депутаты приняли во втором чтении. В настоящее время при усыновлении ребенка одному из родителей выплачивается единовременное денежное пособие в размере 500 тысяч рублей. При этом выплата осуществляется в течение трех лет. Действующая редакция окружного закона предусматривает меру социальной поддержки усыновителям в виде единовременного денежного пособия, которые выплачиваются в течение первого и второго года единовременно в размере 150 тысяч рублей и в течение третьего года единовременно в размере 200 тысяч рублей. Средства единовременного денежного пособия выплачиваются в течение второго и третьего года после усыновления, имея целевой характер. Законом предлагается установить новый порядок исполнения усыновителям целевой части пособия, воплачиваемой по 2-й и 3-й год усыновления. Усовершенствовался механизм по обращению жителей Нинского автономного округа по предоставлению единовременного пособия в размере 520 тысяч рублей, но это с индексацией, которые будут потрачены не только на ремонт помещения, но и на отдых такого ребенка. И, конечно же, на другие моменты. Согласно принятому решению, средства могут быть использованы в любое время для достижения ребенком возраста в 18 лет. В чем встречать Новый год, какие угощения подать к столу и что подарить друзьям и близким? Этими вопросами все чаще задаются россияне. В списке расходов у многих из нас есть еще одна строка – пиротехнические изделия. На что обратить внимание при их покупке, знают в отделе надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Нинницкому округу. Сотрудники ведомства ежегодно проверяют объекты реализации, хранения, пиротехники и проводят профилактическую работу с владельцами торговых точек. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. В час пик заходим в один из магазинов, где продаются пиротехнические изделия. Сразу обращаем внимание на витрину, где представлены данные товары. Витрина закрыта, то есть доступа для покупателей прямого нет. Вместе с сотрудником отдела надзорной деятельности в профилактическом мероприятии участвуют уполномоченные по правам предпринимателей в НАУ и представители регионального отделения партии «Единая Россия». У нас реализуется партийный проект «Народный контроль». И мы в рамках реализации этого партийного проекта обширяем общественный контроль за продажей новогодних фейерверков и их безопасности. Прежде всего распространение, чтобы не продавали детям. Продавец этого магазина нас заверил, что петарды и прочие атрибуты Нового года продают исключительно лицам, достигшим 18 лет и старше. Детям продаете? Нет, сроку с 18 лет. С 18 лет, да? То есть соблюдаете, да? Конечно. Паспорт привезете? Конечно. Паспорт. А попытки дети приходят, попытки спрашивают? Конечно, бывают. Бывают, да, что приобрести? В основном петарды, да? Очень хорошо, что вы отказываете им. На пиротехнические изделия в магазине имеются сертификаты, посмотреть которые вправе каждый покупатель. Кроме того, при покупке пиротехники продаётся, выдаёт памятку по соблюдению мер безопасности. Выдаём вот такие вот инструкции людям. А, то есть у вас же парамелло есть? Конечно, да. Чёрно-белый, но читаемо. Особое внимание при выборе пиротехники сотрудники МЧС советуют обратить на целостность упаковки и сроки годности товара. Чтобы не было просроченной пиротехнической продукции, чтобы производитель был добросовестный. Дальше уже ответственность ложится полностью на плечи населения, когда они используют пиротехническую продукцию. То есть нужно выбрать правильно место. Место должно быть максимально освобождено от зданий, подальше от зданий, от автомобильной техники. Не поленится вверх посмотреть линии электропередач. Вот. Выбрали место. И также нужно очень подробно и внимательно ознакомиться с инструкцией. Чтобы несчастный случай не произошёл с вами или с вашими близкими, а также чтобы не испортить праздник окружающим, используйте пиротехнику строго по назначению и соблюдением элементарных требований безопасности. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Шесть телемочеких хозяйств завершили убойную кампанию. Ещё три закончат на этой неделе. А кампания в регионе выполнена на 7,6%. Такой промежуточный итог подвели сегодня в Департаменте природных ресурсов, экологии и окружающей среды. Там состоялось очередное совещание рабочей группы, созданной для контроля за убойной кампанией. Все подробности далее. Оленеводческие хозяйства Ненецкого округа, а также владельцы частных оленей в период с 22 октября 2018 года по 1 февраля 2019 года планируют сдать на убой свыше 40 тысяч голов северных оленей, получив примерно 1250 тонн оленины. Шесть телемочеких хозяйств Ненецкого округа убойную кампанию завершили. Ещё ряд СПК планируют завершить убой на этой неделе. На этой неделе планируется закончить убой СПК КОПХОС ЕРФ, СПК РК Заполярье и сервисный производственный кооператив Нарьяна ТЫ. Всё идёт пока в плановом режиме. 144 тонны мяса оленина вывезена компанией мясопродукты с убойного пункта Шапкина СПК Ижимский оленевод. Ещё порядка 15 тонн мяса до конца недели будет доставлено с убойного пункта СПК ХАРП в посёлок Красное. Кроме того, в конце декабря компания планирует начать завоз мяса с территории Коткинского сельсовета и села Нижняя Пёша. И в этом году наземным транспортом мы больше не планируем вывозить. Примерно с 24-25 планируем переход вертолёта Ми-26, то есть он летит, наверное, в пятницу, либо на выходных. И два рейса, два или четыре, в зависимости от готовности мяса и от погоды, мы в этом году выполним. Планируется, что до конца декабря убой закончится и в Индике, тогда компания мясопродукты завершит убой до конца года. Также прозвучала информация о том, что продолжается операция тропа, в рамках которой сотрудники полиции ежедневно выезжают на пункты забоя, чтобы предотвратить незаконные отстрелы оленей. На особом контроле у нас стоит населённый пункт Месь, где после убоя оленеводческие бригады переходят на сторону Архангельской области. Также взаимодействием с сотрудниками полиции Архангельской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия. На данный и на сегодняшний момент оперативная обстановка у нас под контролем. Помимо того, правоохранители Ненецкого округа взаимодействуют с коллегами из Архангельской области и совместно обеспечивают безопасность оленеводческих бригад при переходе границы между регионами. Другим темам оформить биометрический загранпаспорт с 10-летним сроком действия жителей округа теперь могут в Центральном офисе МФЦ. Сейчас документы принимают раз в неделю с привлечением сотрудников окружной полиции, ну а в будущем эту функцию будут выполнять непосредственно сотрудники МФЦ. Тем продолжит Ирина Никешина. Одну из первых услуг по оформлению биометрического загранпаспорта через многофункциональный центр получила жительница города Марина Вараксина. Документы мы подали через госуслуги. Очень удобно. Заплатили 3 500 всего. Через три дня нам позвонили. Сказали, что можете прийти и получать. Спустя три дня после подачи заявления через госуслуги Марину Вараксину вместе с супругом пригласили в Центральный офис МФЦ для оформления документов. Биометрический загранпаспорт они смогут забрать здесь же через месяц. Для реализации проекта многофункциональный центр закупил портативное оборудование. Оно установлено в отдельном кабинете. В перспективе в МФЦ установят специальную криптокабину, которая будет стационарно осуществлять прием документов. Пока до покупки криптокабины эту функцию осуществляют сотрудники МВД. У нас раз в неделю приходит сотрудник МВД, мы будем вести прием один раз в неделю. По мере необходимости можно это количество дней увеличить. В том случае, если будет закуплена криптокабина, функции придут на сотрудников МФЦ. Пока мы еще не определили, все ли это будут сотрудники, либо какой-то один подготовленный. Напомню, срок оформления документов на биометрический загранпаспорт составляет один месяц. Для тех, кто решит воспользоваться такой возможностью по месту пребывания, этот срок будет увеличен до трех месяцев. Эти паспорта принимаются рядом с стран, в отличие от паспортов старого образца, которые уже в некоторых, в частности, европейских странах не принимаются. Напомним, что проще всего подать на получение паспорта через портал госуслуг. Кроме того, там можно получить скидку в размере 30%. Соответственно, стоимость заграничного паспорта для достигших совершеннолетия граждан составит не 5 тысяч рублей, а 3,5. В Наринмаре оформить документы на загранпаспорт нового образца можно в Центральном офисе Многофункционального центра. В завершении выпуска в Наринмаре студенты разработали дизайн памяток Росгвардии для распространения среди жителей округа. Социальный проект стал частью комплексной программы по правовому просвещению населения, которую проводит окружное управление Росгвардии. Необычный зачет успешно сдали студенты Наринмарского социально-гуманитарного колледжа имени Ивана Волучейского. Будущие дизайнеры приняли участие в социальном проекте Росгвардии «Правовая грамотность». Волонтеры разработали 16 вариантов дизайна памяток, которые в доступной форме разъясняют права и обязанности граждан в сфере относящихся к компетенции войск Национальной гвардии. Как вы принимаете участие в этой реакции? Почему нет? Мы из управления Росгвардии получили заказ на разработку дизайна макета материалов о обращении с оружием. Правильно, да. И мы рассмотрели этот вопрос на планерке, как можно помочь и как можно сделать это социальным проектом. И подключили к решению вопроса 315-ю группу. Это наши студенты-дизайнеры. И в течение двух недель студенты разрабатывали дизайн макеты и скоро у них будет защита. Подскажите, впервые, наверное, за такие проекты берутся ваши студенты? Ну, за социальные проекты разные брались студенты. Выполняли мы в школе-интернат, в других местах. Но вот этот проект, наверное, связанный с компьютерной графикой. Такой проект впервые. Работы молодых дизайнеров иллюстрируют меры безопасности при обращении с оружием. Информируют о необходимости своевременного продления разрешений на его хранение и ношение. Из памяток можно узнать о скидке 30% при оплате госпошлиной через интернет и возможности добровольной сдачи оружия за вознаграждение, бессудимости и других негативных последствий. Сначала мы разрабатывали эскизы. Эскизы на бумаге и карандашом, конечно же. Это правила дизайнеров и вообще общие правила для всех художников и творческих профессий. Затем мы приступили к рисованию уже в компьютерной программе. Компьютерная программа Coral Draw. Это программа векторная для плакатов и афиш, объявлений всяких. И потом приступили к работе. Нарисовали эскизы и потом уже согласовали с Сергеем Владимировичем наши эскизы. Как давно ребята занимаются именно дизайном? Был ли у них раньше опыт работы в этой программе? Ну ребята занимаются уже второй год. Вот уже по этой программе. И опыт был. На втором курсе у них была такая дисциплина, как информационные технологии. И вот на этой дисциплине мы изучали Coral Draw. Вопрос повышения уровня правосознания владельцев оружия обсуждался в Наринмаре на семинаре для семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера. Поэтому разработанные студентами памятки уже в скором времени поступят в печать. Распространять их планируют среди жителей округа. В том числе в отдаленных и труднодоступных муниципальных образованиях. Для этого организаторы намерены привлекать молодежь, общественные организации и сельсоветы. Иван Никонов, Александр Бобрякович, Сергей Шарон, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. Спонсором является медицинский центр Решма.